Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Пол Анникстер Хозяева речной плотины Лето закончилось внезапно, в одну холодную ночь, И в бруневикских лесах настала осень, золотая, пышная, изумительная осень С колючими ночными морозами и короткими днями, мягкими, как созревший плод. Маленькая речка, бурно мчавшая весной и ранним летом свои воды, Скользила теперь безмолвно, угомонившись под надвигающимся дыханием зимы. У подножия поросшего лесом холма, где березы, тополя и ивы Роняли в воду пожелтевшие листья, речка эта походила на светлый и гладкий янтарь. Здесь, в Тихой Заводе, поселилась семья бобров. Все ночи напролет, а часто и днем можно было наблюдать неустанную работу новоселов. И постепенно поперек речки росла плотина. Любой инженер мог бы позавидовать как неисчерпаемой энергией и упорству в работе, Так и отменной сообразительности и тонкому расчету, с которым бобры Укрепляли свое сооружение стволами деревьев, ветками и илом, Чтобы установить постоянный уровень воды в образовавшемся пруду. Семья бобров состояла из старого самца, главы семьи, его подруги и их потомства. Четырех ребятишек в возрасте от одного до двух лет, И старшего сына, уже взрослого бобра, Приведшего к родителям свою молоденькую самочку. Старому кионоку было уже немало лет. Это был крупный и все еще очень сильный бобр. Его хитрость и осторожность были незаурядны, Как незаурядна была и физическая сила, Ибо в глуши лесов только сильные, хитрые и осторожные Доживают до преклонного возраста. Весил кионок около двадцати килограммов, А длина его вместе с хвостом была больше метра. О хвосте старого кионока надо сказать особо. Этот мощный плоский придаток выполнял множество функций. Был оружием в борьбе с врагами, Рулем, когда бобр плыл, И лопатой, когда велись строительные работы. А кроме того, в случае необходимости, Хвост сигнализировал об опасности, Производя громкие утары по воде. Приступив к постройке новой плотины, Семья бобров временно поселилась В большой норе на берегу, Имевший потайной вход через подводный туннель. Ежедневно члены семьи отправлялись в лес Заготавливать молодые деревья, Необходимые для сооружения плотины. Дежурный дровосек выпирал себе дерево И начинал беззвучно подтачивать его стволу корня До тех пор, пока дерево не падало. На это уходило обычно часа два. Затем бобры обгладывали на дереве кору, Распиливали его острыми зубами на небольшие куски И волокли их в воду к месту будущей плотины, Где забивали острыми концами В густой вязкий ил на дне речки. Потом бобры искусно оплетали этот чистокол тонкими ветвями И цементировали его илом, Используя при этом свои крепкие плоские хвосты. Едва ли не самым замечательным во всех хлопотливой И энергичной деятельности бобров Являлась глубокая тишина, в которой происходила их работа. Единственными звуками, Могущими привлечь чье-то внимание, Были шелестения и треск ветвей В момент падения деревьев на землю. Ныряя или выплывая из воды, Бобры тоже не производили никакого шума. Наконец плотина была закончена. Теперь на речке образовался достаточно обширный пруд Шириной метров двадцать и глубиной два с половиной три метра. Довольный работой своей семьи, Старый кенок переплыл пруд вдоль и поперек, Внимательно осматривая владение. Ведь столько бедствий может обрушиться на обиталище бобров, И приплывшее по течению тяжелое бревно Может как тараном разбить плотину, И внезапно поднявшаяся вода Может каскадом низвергнуться в пруд, И неожиданный замор рыбы Может испортить запахом тухлятины Весь бобровый водоем. Но, казалось, бобры предусмотрели все, В том числе и спад воды зимой, Когда речка будет скована льдом. В этом случае в пруду все равно должно остаться достаточно Места для жизни бобровой семьи и хранения провизии. Закончив сооружение плотины, Вся семья с таким же усердием принялась За строительство в самой мелкой части пруда Нового дома. И это не было в тягость бобрам, Привыкшим к интенсивной работе В теплое время года, Когда постоянно приходится, Если не строить, То подправлять какую-нибудь часть Своего сооружения, Или запасать строительный материал И пищу на зиму. Фундамент бобрового жилища, Достигший в поперечнике шести метров, Был воздвигнут за двенадцать часов. Всю ночь бобры скатывали большие комья Из листвы, илы и мелких веток И таскали их к строящемуся дому. Семь работников непрерывно плавали Друг за другом, Прижав эти комья передними лапами к груди, А восьмой бобр безмолвным часовым Сидел на задних лапах на краю плотины И чутко прислушивался к шумам леса. На рассвете работа бобров, Вопреки обыкновению, не остановилась, Ибо старый кионок приказал семье работать Без сна и передышки еще некоторое время. Опыт подсказывал старому кионоку, Что в этом году зима наступит рано, А следовательно, надо торопиться. И кионок не ошибся. Жилище бобров было закончено лишь наполовину, Когда внезапно ударил жестокий мороз, Пошел снег. Но предусмотрительность вожака Позволила семье продолжать работу, Ибо все строительные материалы Уже лежали на дне пруда. Когда землю укрыл Не тающий снежный покров, Дом бобров Полутораметровым куполом, Выступавший из воды, Был готов. Внутри жилища вели два подводных хода. Один из вильст, измеящийся, Вел в спальне, расположенной в верхнем этаже. Другой, прямой, как стрела, Служил для доставки провизии В большое помещение нижнего этажа. Мороз, словно цементом, Скрепил толстые стены бобрового жилища, И теперь никакой враг не смог бы разрушить их. А снег, покрывший купол, Замаскировал домик бобров, Сделав его похожим На кучу веток и сучьев, Принесенных течением. Бобры, покинув свою старую нору, Удобно расположились в новом жилище, Спальне которого Кольцом охватывали выход в нижний этаж. Благодаря такому внутреннему устройству дома Каждый из жильцов мог нырнуть в пруд, Не беспокоя остальных членов семьи. Однако мирное зимнее существование Семьи Старого Кеонока длилось недолго. Вскоре бобры обнаружили вблизи своего жилья Присутствие врагов. Построив плотину, Которая значительно понизила уровень воды В нижнем течении реки И нарушила естественный ход рыбы, Бобры как бы объявили себя Хозяевами всей речки. А это совсем не понравилось Семейству выдр, Жившему в двух километрах От нового бобрового пруда. Внезапное исчезновение рыбы Вынудило выдр пуститься на разведку К истокам речки. И однажды, После полудня, Шесть черных выдр Фыркой и, поднимая фонтаны брызг, Появились в пруду Старого Кеонока. Спокойно дремавшие в своих уютных спальных Бобры проснулись и выскочили на шум. При виде врагов, Маленькие глазки бобров Загорелись яростью, Шерсть на их мордочках вздыбилась, И бобры дружно бросились на пришельцев. Выдры, видимо, Не рассчитывали встретить такой отпор, И после пятиминутного боя Бежали, не успев Причинить большого вреда плотине. Однако, спускаясь вниз по течению, Они издавали гневные крики, Обещая вернуться. Но победители не слышали их. Они были заняты тщательным осмотром Своего сооружения, Стремясь как можно скорее заделать все, Даже самые мелкие повреждения. Эта стычка была Началом настоящей войны Между выдрами и бобрами. Побежденные выдры Были вынуждены зимой Перебираться на новое место жительства Выше бобровой запруды, Что, конечно, было очень неудобно. Хотя одно время Их дела на новом месте Были не так уж плохи. Рыба, спускавшаяся вниз по течению, Наскакивала на плотину, И за исключением немногих, Которым удавалось пройти Через небольшие отверстия, Оставленные бобрами, Ошалело возвращалась обратно К верховьям речки, И там становилась легкой добычей Прожорливых выдр. В течение нескольких недель Черные рыболовы Пировали вовсю, Забыв на время о неудобствах Своего вынужденного переселения. Но как-то ночью Один из сыновей кенока, Выйдя на прогулку На отмель за плотиной, Встретил там молодую выдру И без размышлений Бросился на нее. Вцепившись зубами в горло Друг к другу, Противники катались по отмеле, Пока не скатились В глубокую воду. Но и тогда они Не разжались смертельных объятий, Предпочтя утонуть. На следующий день Их бездыханные тела Всплыли в низовьях речки, Где и нашел их Лесник Том Хэнди. Даже он, Хорошо знавший Нравы лесных обитателей, Немало удивился Слепой ярости Этих зверей, У каждого из которых Ненависть К представителю Враждебного рода Поборола инстинкт Самосохранения. Рассматривая погибших Бобра и выдру, Хэнди понял, Что эта схватка Только эпизод В начавшейся Длительной войне И решил Понаблюдать За дальнейшим Ходом событий. Леснику без труда Удалось найти Жилище Бобров. Он вырезал Во льду Бобрового пруда Квадратный кусок льда И в образовавшееся Отверстие Установил Деревянный ящик Со стеклянным дном. Так Том Хэнди Смог наблюдать За жизнью Бобровой колонии И стать Свидетелем Беспощадной Борьбы Бобров С выдрами. В конце ноября Зима Установилась Окончательно. В одну ночь Мороз Ковал речку Прозрачным льдом И бобры До весны Стали фактически Пленниками В своем пруду Почти полностью Завися От подготовленных Осенью Запасов пищи. Начались Зимние Вьюги Везде Стали Расти Сугробы Берега Речки Покрытые Глубоким Снегом Стали Твердыми Как Камень Бобры Обитавшие Теперь Под снежной Толщей Едва Различали Скрип И треск Сгибаемых Ветром Деревьев И старый Кионок С удовлетворением Сознавал Надежность Своего Жилища Когда Прислушивался К звукам Зимней Непогоды Приглушенно Доносившимся До него У бобров Была теперь Одна забота Сохранить Свою плотину В целости Сохранности От этого Зависело Все их Благополучие Зимой Даже Маленький Пролом В сооружении Мог стать Очень опасным Ибо Ледяной Покров Пруда И речки Лишал Бобров Возможности Выйти Наружу Для исправления Повреждений А при понижении Уровня воды В пруду Мороз Мог бысковать Все Бобровые Припасы Обрекая Тем самым На голодную Смерть Заготовивших Их Животных Поэтому И днем И ночью Бобры Чутко Прислушивались Ко всякому Изменению В привычном Шуме воды Спокойная Жизнь Бобрового Семейства Подо льдом Длилась Несколько Недель Но Однажды Все Бобры В тревоге Проснулись Услыхав Непривычный Шум С внешней Стороны Плотины Все Бросились Из Жилища И цепочкой Поплыли Вдоль Плотины Пытаясь Найти Место Повреждения После Долгих Бесплодных Поисков Бобры Все-таки Определили Причину Взволновавшего Их Шума С другой Стороны Плотины На льду Резвилось Семейство Выдр Которые В зимнее Время Прекрасно Чувствуют Себя На воздухе Соблазнившись Ровной Наклонной Плоскостью Бобровой Плотины Выдры Карабкались На нее И свизгом Съезжали Вниз Как Расшалившиеся Мальчишки С ледяной Горки Поняв Что происходит Бобры Успокоились Ведь Такая Забава Не могла Разрушить Их Плотину Однако С тех Пор Выдры Стали Ежедневно Приходить Кататься С горы Беспокоя Дремлющих Бобров И в них Все больше Росла Ненависть К врагам Которым Они и раньше Относились Не лучше Чем Собаке К кошкам В середине Января Уровень воды В речке Дошел До самой Низкой Отметки А рыба Хищнически Истреблявшаяся Выдрами Почти Вывелась Поэтому В поисках Пищи Выдры Беспрерывно Рыскали От верховья В доусти Речки И к февралю Начали Алчно Поглядывать На единственное Неисследованное Место Глубокий Пруд Где жила Бобровая Колония Более Ловкие Быстрые В движениях Чем Бобры Выдры Начали Проскальзывать В пруд И ловить В нем Рыбу Неаккуратные Выдры Усеивали Рыбьей Чешуей И другими Отбросами Не только Плотину Но и Дно Пруда Чего Бобры Никогда Не делали Стычки Между Бобрами И Выдрами Теперь Происходили Почти Каждый Каждый День Переполнил Чашу Терпения Бобров Такой Случай В пруду Жила Огромная Ловкая Форель Которая Долго Удавалась Спасаться От Жадных Выдр Но Настал День Когда И она После Отчаянного Сопротивления Попалась В лапы Вожака Выдр Тунавы Уставший И запыхавшийся От долгой Погони За форелью Тунава Решил Не плыть До ближайшего Отверстия Во льду А съесть Добычу Тут же В гостях У бобров Надеясь На свою силу Он нахально Проскользнул С форелью Через нижний Прямой ход В бобровый Домик Комната Нижнего этажа Была свободна Бобры Спокойно Дремали В спальнях Наверху И Сголодавшийся Тунава Начал Жадно Пожирать Рыбу Потревоженные Необычными Звуками Бобры Вышли Из своих Комнат Собираясь Спуститься На нижний Этаж И тут Оказалось Что Огромный Тунава Загородил Своей спиной Узкий Выход Через Который Мог Проскользнуть Лишь Один Бобр Изогнувшись Дугой Рычай Фыркой Он рвал Добычу На части И поспешно Глотал Ее Молодые Бобры Были Настолько Поражены Происходящим Что Не знали Как поступить И К тому Времени Когда Кионок Оттеснив Свою Семью Бросился На врага Тунава Уже Успел Заглотить Форель И убежать Оставив После себя В безукоризненно Чистом Помещении Невероятное Скопление Рыбьи Чешуи Плавников Внутренности Итины Ярость Бобров Достигла Предела Тем более Что Ненавистные Рыбьи Отбросы Нельзя было Вытолкнуть Лапами Через Подводное Отверстие Их надо было Вытаскивать В зубах Из жилища И закапывать На дне пруда Но в тот момент Бобрам Было Не до уборки Беспримерная Наглость Врага Требовала Немедленного Наказания Только Кровь Выдр Могла Смыть Нанесенное Бобрам Оскорбление Том Хэнди Случайно Проходивший В это время Мимо плотины Заинтересовался Движением И всплесками Воды Подо льдом Вызванными Энергичной Охотой Тунавы За серебристой Форелью Тихонько Устроившись У своего Наблюдательного Пункта Он решил Выяснить Причину Необычного Оживления Подо льдом Ему пришлось Подождать Совсем Немного И начался Настоящий Спектакль Тунава Пулей Промчался В воде И исчез Из поля Зрения Лесника Через Несколько Мгновений За выдрой Вереницей Пролетели Восемь Бобровых Силуэтов И беглец И бобры Двигались К верховьям Речки По темпу Погони Энди Заключил Что дело Непременно Закончится Дракой Он Прождал Еще минут Десять Но бобры Не вернулись В свое Жилище И лесник Отправился К известному Месту Обитания Выдр Не без основания Полагая Что именно Там Разыграется Последний Акт Драмы Тунава Значительно Опередил Своих Преследователей Проплыв Примерно Сто пятьдесят Метров Он остановился Отдышаться В довольно Обширной Наполненной Воздухом Ниши Под выпуклой Куполообразной Льдиной Очень быстро Из-за поворота Речки Показались Бобры Плывшие По четыре В ряд Взглянув На их Разъяренные Морды Тунава Понял Что пощады Ждать Нечего Бобров Было Слишком Много Для одной Даже Очень Сильной Выдры Но В мозгу Тунавы Не мелькнула И мысль О бегстве Выдры Никогда Не проявляют Трусости И храбро Встречают Опасность Откуда Бы Она Не исходила Приподняв В верхнюю Усатую Губу Тунава Заблестели В его Глазах И тут же Как по мановению Волшебной Палочки В просвете Большой Проруби Образовавшейся Там Где на дне Речки Бил ключ Появились Пять Выдр Они Устремились На зов Своего Вожака Не думая Об опасности И подоспели К нему В тот Момент Когда От Бобров До Тунавы Оставалось Метра Три Противники Остановились Обмениваясь Пылающими Ненавистью Взглядами Вожак Выдр Первым Подал Сигнал К битве И мгновение Спустя Враги Уже Ожесточенно Дрались Один На один При этом Два Младших Бобра Остались Без Противников И метались Среди Борющихся Хватая То одну То другую Выдру За лапу Или за хвост Попытка Старого Кионака Сразу Сразиться С вожаком Выдр Окончилась Неудачей Хитрый Тунава С ловкостью Форели Вильнул В сторону И сцепился Со старшим Сыном Бобра Надеясь Быстро Расправиться С ним Тогда Кионак Вцепился В горло Молодой Выдры И оба Вожака Со своими Жертвами Одновременно Скрылись Под водой Минуты Через две Они Так же Одновременно Вновь Поднялись На поверхности Торжествующие Без убитых Врагов В то же Мгновение Еще одна Пара бойцов Молодые Сцепившиеся Насмерть Бобры Выдра Навеки Ушла Под воду Истощив Свои силы И таким образом Уже через пять минут После начала Боя Убитых Стало Четверо Боровшиеся Между собой Самки Кионак И Тунавы Тоже быстро Теряли силы И уже начали Медленно Погружаться В воду Увидев это Вожаки Бросились На выручку Своим подругам И тут Столкнулись Забыв Обо всем Опьяненные Ненавистью Как акулы Бросились Они друг на друга Сильные Умудренные Опытом Они Извивались Один возле Другого Ловяный Лучший Момент Для атаки Каждый Из врагов Имел Свои Преимущества Кионак Превосходил Врага Размерами И мощью Крепких Челюстей Но Тунава Отличался Изумительной Изворотливостью И его Острые Зубы Были Длиннее Несколько Мгновений Враги Кружились На месте Не нанося Ударов И неизвестно Сколько Бы еще Это Продолжалось Если бы Тунава Ослепленной Яростью Не допустил Ошибку С остервенением Вонзил он Свои зубы В плечо Кионака Кионак Завертелся Выгибая Свой мощный Хребет И пытаясь Ухватить Выдру Зубами За горло Это Ему Удалось Тунава Конвульсивно Откинул Назад Длинную Шею Замер На мгновение А потом В последнем Предсмертном Рывке Вцепился Зубами В жирный Бок Бобра Он Обвился Как змея Вокруг тела Врага И застыл Кионак Попытался Сбросить Себя Тело Противника Мешавшее Ему Всплыть На поверхность Но Тщатно А воздуха Ему Уже Не хватало Течение Подхватило Слившихся Воедино Вожаков И понесло Вниз Кионак Продолжал Бороться За свою Жизнь Окрыляемой Мыслью Что со Смертью Тунавы Его семья Освободится От назойливых Соседей Но ему Не удавалось Разжать Тиски Мертвого Тела В конце Концов Кионак Стал задыхаться И уже Готов был Признать Себя Побежденным Но тут Впереди Показалось Светлое Пятно Проруби Судорожно Цепляясь Свободной Лапой За лед Кионак Попытался Задержаться Около Нее Напрасно Когти Скользили По гладкому Льду Не находя Опоры А течение Неумолимо Тянуло Бобра Дальше Не видя Больше Спасения Кионак Закрыл Глаза И перестал Бороться Но в это Мгновение В проруби Мелькнула Чья-то Тень Это была Самка Кионака Она бросилась На выручку Старому Бобру Покончив Со своей Противницей Зубами И когтями Раскрыв Челюсти Мертвого Тунавы Бобриха Освободила Кионак Из гибельных Объятий И помогла Ему Добраться До ледяного Купола Здесь Бобры Отдышались И долго Сидели Зализывая Друг 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 Раны Лесник Хэнди Подошел К проруби У ключа В тот Момент Когда Битва Уже Закончилась Две Последние Выдры Видя Гибель Своих Сородичей Вылезли На лед И Отбиваясь От Преследовавших Их Молодых Бобров Побежали К опушке Леса При Виде Лесника Бобры Оставили Выдр И Быстро Погрузились В Прорубь В то Время Как Выдры В Несколько Прыжков Скрылись В чаще Леса На Другой День В Проруби Показался Труп Старой Самки Выдра Обнаружив Его Хэнди Пробромотал Молодцы Бобры Побили Таки Это Вороватое Племя И Снял С Выдры Шкуру А Про себя Решил В награду За храбрость Кионака Никогда Не трогать Это Бобровое Семейство Признав Бобров Хозяевами Построенной Ими Речной Плотины Дорогие Дорогие Друзья Вы Прослушали Фонограмму Созданную Издательским Домом Союз И Издательством Покидышев И Сыновья Копирование Воспроизведение Переработка И Иное Использование Данной Фонограммы Или Любой Ее Части Без Согласия Правообладателя Является Незаконным И Влечет Уголовную Административную И Гражданскую Ответственность В соответствии С законодательством Российской Федерации Все права Защищены